Добрый вечер! Послушаем Евангелие. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидаю. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божием и, требовавших исцеления, исцелял. Делаем всем толковать, да, разберемся с Иродами, да, тем более, что это имя стало, даже не веришь в людей, нарицательным, да, как говорят Ирод, там, изверг, например. Ирод ты окаянный, бабушки так говорят. Да. Вот этот Ирод, четвертовластник, о котором идет речь, это тот же, который вот убивал младенцев? Нет, это уже сын того Ирода, Ирода Великого, потому что Ирод Великий, он прожил до четвертого года от Рождества Христова и, собственно, скончался страшной смертью. И ему был построен еще при жизни, он себе построил Иродион, то есть место своего погребения, то есть выбрал гору равностороннюю и срезал ей макушку, и там вот сделал себе такое погребальное место, собственно, там он и был захоронен. И тот Ирод как раз вот отличился тем, что на его совести 14 тысяч невинных младенцев убитых, которые и сейчас, вот их останки, частички мощей, они находятся в пещерке Вифлееме, собственно, где и были они убиты. То есть этот Ирод был при рождении Господа, да? А это, да, тот, который Ирод Великий, он был при Рождестве Христовом. А потом, после его смерти, уже все царство Ирода разделилось на четыре части, почему четверто-властник, да, то есть четверть, и было раздано Ироду Антипия, Ирод Агриппа и второй Агриппа тоже так же. И Филипп там еще был, да? Да, и Филипп. Это Саварья, получается, его? Это сыновья и внук, Агриппа второй которой. То есть вот три, Антипа, Агриппа и Филипп, это сыновья, а Агриппа второй, это уже внук. То есть между ними там все благословения. Вообще, откуда вот эта династия такая, самая загадочная в Библии, да, этой Ироды? Ну, если вспомнить Библию, то у Якова был еще брат Исаф, и этот брат его ушел в Идумею, и, собственно, там от него пошел народ Идумеяне, которые, собственно, и вот были прапрадедами Ирода. Ирод Идумеянин, то есть неизраильтянин, тем не менее, встал у власти в Израиле с помощью своих интриг, своих, так сказать, хороших отношений с Кесарем Римской империи. Тот предоставил им войска, и он фактически захватил власть силой, то есть такой был, можно сказать, переворот произведен. И это впервые за всю историю Израиля над Израилем властвовал не израильтянин, а чужестранец, можно сказать. Собственно, почему Ирод можно инородец, да, и род сокращенный, иной род. Вот его так все и называли, и не только его, но его детей и внуков. То есть это такое целосемейство было, властвовало над Израилем, и они все отличились, вообще-то, таким жестоким нравом. Это какой-то фамилия, получается, Ирод, да? Да, фамилия, да, да, поэтому там есть Филипп, Антипа, Агриппа, вот, и, собственно, все они Ироды. И даже пророчество, да, сбылось, когда было сказано, что Господь родится, когда не еврей будет. Да, вот это как раз, как бы, ну, человеческие интриги, да, тем не менее, с помощью их совершилось пророчество, которое сказал, по-моему, Исайя, я уж не помню. Это же Иаков, вроде. Иаков, да, Иаков, пророк, значит, он сказал, что Спаситель, ну, я перефразирую, я дословно сейчас не вспомню текст, перефразирую, что Спаситель придет тогда, когда над народом израильским будет стоять у власти неизраильтянин. Как раз в этот год и пришел Спаситель в последние годы властвования Ирода. Нам известно, что как раз вот Ирод первый, да, его великий называют, что он известен как строительством храма Иерусалимского. Да, он очень любил строить, он возводил города, он, как я сказал, и Родион себя возвел, да, при жизни, он и храм Соломона украсил, преобразил. То есть он такой был строитель, ну, тут как бы, может быть, его то ли хобби было, то ли интерес к этому строительству, но в том числе и политический интерес в этом он преследовал, потому что таким образом он пытался как-то задобрить народ израильский, показать, что он вместе с ними, что он, так сказать, на их стороне, и он печется о Израиле, он вот его старается обогатить строениями, их за храмом следит, и, в общем, новые города какие-то строит. Поэтому здесь, ну, скорее всего, это просто было такое, как бы, политическое шоу, направленное на своих избирателей, как бы сейчас это назвали. Тем не менее, его народ-то не любил. Да, его никто не любил, потому что он был не израильтянин, значит, другой веры, и, значит, другого племени роду, и, в общем-то, его все недолюбливали, о чем он, конечно же, знал. Поэтому всегда был очень подозрительным, всегда был очень жестоким к любым поползновениям к власти без его ведома, и это как раз проявилось в том числе и в убийстве 14 тысяч младенцев, потому что, как только ему сказали волхвы, что родился царь израильский, да, конечно же, он восполол ревностью и злобой, и, естественно, сначала хотел хитростью выяснить, где же этот родился царь, и как бы его найти-то, да, но когда волхвы не сообщили ему этого места, а ушли другой дорогой и даже не попрощавшись с ним, он в гневе послал войска в то место, где по пророчествам должен владиться младенец Христос, и убить всех младенцев от двух лет и ниже. То есть, ну, чтобы, так сказать, по площадям, чтобы все точно попали в этот перечень, и поэтому было убито такое количество младенцев. Известно даже, что и он своих-то сыновей тоже убил. Да, и когда он чувствовал оправданно или неоправданно, что кто-то претендует на его власть, он расправился даже со своими детьми, то есть их даже не жалел, своего сына убил, хотя потом, как-то вроде как, и даже самоубийство хотел совершить, но не совершил, в итоге погиб страшной смертью. Такое вот заболевание, что его тело было изъедено червями при его жизни, то есть мы даже такой, сейчас болезнь не знаем, но есть только какие-то внутренние, да, у нас аскориды и прочие, да, живут в кишечнике, а тут во всем теле его были черви, и он умер, когда его восхваляли, говорили, это не человек, а Бог говорит, вот, собственно, и в этот момент его Господь, и ангел Божий его забрал душу. Да, еще у него был сын тоже Архиллай, который властвовал, да, тоже какую-то частью, ну, потому что мы читаем Евангелие, когда бежали, да, вот, узнали, что когда Ирод умер, и вместо него Архиллай, то побоял Святое Семейство возвращаться. Ну да, во сне также Иосифа Обручника было сказано, что бы он шел в Назарет, он туда пошел, потому что, естественно, если Ирод, отец Ирод Великий, знал о Христе, то наверняка и сын знал о Христе, и какие последствия были бы неизвестны, если бы он узнал, что сейчас вот он вернулся из Египта, Христос. Конечно же, были бы гонения, как минимум, а то и убили бы просто их всех, да и все. Поэтому они скрылись в Назарете из-за страха перед сыном Ирода Архиллаем. Ирод ввел, да, вот эти серисталища там вот, когда бегают по кругу и потом издеваются? Да, вообще народа израильского не было никаких театров, каких-то спортивных каких-то развлечений, каких-то, так сказать, развлечений азартного такого толка, и это было запрещено законом Моисеевым. Но так как Ирод, он брал пример с римлян во всем, и в том числе и в каких-то культурных, как это сейчас называется, мероприятиях, он также брал пример с римлян, поэтому построил театр, построил, как сейчас называется, стадион, тогда аресталище, где занимались различными спортивными, так сказать, играми. И, в общем-то, это были развлечения, которые также только раздражали израильтян, потому что это было прямое нарушение заповедей Моисея. Закон, который Моисей прописал, там четко сказано, что ни в коем случае этим заниматься нельзя. А как сейчас вот наши стадионы? А это как к ним относиться. То есть, если человек идет на стадион позаниматься для своего здоровья, то есть, побегать, попрыгать, потренироваться, особенно если это в детском возрасте, то это почему нет, в этом греха нет. А если туда идет человек с помощью азарта, то есть, на то еще и какие-то деньги, ставки делать на спорте, то это, конечно, грех. Что, собственно, происходило во времена Ирода, там тоже были такие же ставки, то есть, они ставили там на ту или иную, так сказать, аресталище, на ту или иную команду и старались как-то вот выиграть или не выиграть. То есть, любая азартная игра запрещена и тогда, и сейчас также запрещена. То есть, эти развлечения, да, они, получается, отвлекают от мысли о Боге? Мы, на самом деле, если обратить внимание на наш внутренний мир, хотя бы иногда смотреть, что же у нас внутри происходит, то мы увидим, что мы о Боге практически никогда не думаем. Мы думаем о каких-то делах, о каких-то занятиях, о каком-то развлечении, о семье думают люди, о работе думают люди, о болезнях своих там думают, или о том, как они поедут куда-то там отдыхать в отпуск или там на рыбалку. Но вот о Боге не думают. Если сюда еще в этот, так сказать, строй мыслей не о Боге добавить еще и азартные игры, а к ним очень легко человек превращается и очень болезненно иногда от этого происходят события в жизни человека, вплоть до потери там квартиры или, ну, по крайней мере, финансовых потерях, то это, конечно же, приносит урон и семье, и самому человеку. И уж точно в этот момент человек не думает о Боге, когда он занимается вот такими развлечениями спортивного, казалось бы, характера. Ирод, о котором у нас речь, в основном, да, о котором идет, это же сын того великого Ирода, да? Да, это сын Ирода Великого, который владел двумя частями вот того большого государства, который владел двумя частями, а остальные два владели по одной трети каждой. То есть, и вот таким образом властвовали кто-то над Итурею, кто-то над Траханицкой страной, кто-то над Галилеей, а кто-то над Иудеей и Самарией. То есть, вот так они поделили между собой эту власть. Ну, вернее, конечно же, это все было разделено между ними Кесарем Римской империи. Властвовал он долго, да, 35 лет там получается? Да, они что Ирод Великий больше 30 лет властвовал, что его сыновья властвовали также достаточно долго. Но также отличался жестокостью, тиранией, и именно он убил Иоанна Претечева, который, собственно, именно его обличал в том, что он блудил с женой своего брата Филиппа. Вот тоже, да, двойственность какая-то. С одной стороны написано, что он любил слушать Иоанна Претечева, да, вроде как уважал его, да? А с другой стороны тоже в друг другу его близко написано, что он хотел его убить. Ну, вот такое раздвоение личности всегда в греховной натуре человеческой присутствует. То есть, ну, возьмите алкоголику. Он, с одной стороны, понимает и кается, и ему говорит, что да, вот зря я пью, вот это мне только вред приносит. А потом идет, опять пьет. Вот так же и у этого человека, имеющего огромную власть, могущего, так сказать, просто одним повелением решить, умрет человек или будет жить дальше. Вот у него также были такие же страсти, которые им не управлялись. С одной стороны, он слушал Иоанна Претечева, как мы читаем, с удовольствием слушал. Но, скорее всего, это слушание было просто таким, еще одним из развлечений, умствованных, такой умственных развлечений, да? И когда, вот, так сказать, отвлеченно что-то говорил Иоанн Претечевич, не конкретно о Ироде, а о чем-то таком божественном, о чем-то каких-то, может быть, там, пророчествах или еще о чем-то, это было приятно ему слушать. Но как только он говорил о нем лично, что нельзя тебе жить с женой брата твоего Филиппа, он, конечно, его сразу же хотел убить просто. То есть, как человек касается его страсти, да, в данном случае плотской страсти, да? Все, у него теряется контроль? Да, человек отключает свой разум и у него включаются просто эмоции, которые всегда неправильно человека ведут. Потому что все эмоции страстные, они, естественно, приводят к греховным последствиям. Ну, как пример у нас, для всех, наверное, известно, это гнев. Когда мы гневаемся, да, мы вот теряем все. Да, потом сам удивляется человек, как же я до этого дошел-то, что же я такое натворил-то? Да вроде я такой добрый человек, а тут вот в гневе там такое наворотил, да и теперь, как же мне теперь в глаза-то людям смотреть, да? То есть, вот, казалось бы, с одной стороны есть доброта, а с другой стороны гнев, ее полностью отключает, эту доброту человеческую, и все. Человек и совесть отключается, и доброта отключается. Человек в гневе крушит и творит непонятно что. Или вот ревность, например, тоже, да? Сколько случаев убийств? Абсолютно, да, неоправданное, необъяснимое и нелогичное поведение от ревности. Так же, как и от зависти. То есть, человек просто из-за зависти может человека убить или навредить как-то, что, ну, как же, вот у него есть то, чего у него нет. Да, да? Каин Авеля. Да, вот убил просто. И просто из зависти, что его дар Богу был принят, а его вот Каина дар Богу был не принят. И все. И он не разобрал, почему Господь Авеля выделил, а Каина отодвинул. То есть, он мог бы найти причину и справиться. Нет, он решил исправить ситуацию по-другому. Не себя исправить, а просто убрать претендента на первенство. Взял и убил Авеля. Все. Вот это первое, так сказать, убийство было в этом мире. Мы еще к этому Ироду Антипе вернемся, да, потому что и наш отрывок связанный с ним, и в основном вся жизнь Господа проходила под его начальством, получается, да? Да. Мы сейчас еще с Иродами дальше разберемся, потому что есть еще там в некоторых местах, да, когда Ирод явился, там, когда Петра заключил тоже, это уже, получается, следующий Ирод. Да, это Агриппа уже. Ирод Агриппа. Потому что, конечно же, Ирод... Это внук, получается, Великого. Внук Ирода Великого, да. Потому что этот Ирод, он умер после смерти Христа, а проповедь апостольская уже другой Ирод властвовал, который и апостола Якова убил, и апостола Петра хотел убить, посадил в темницу. Но чудом Божьим Петр был спасен. Да, ангел ему явился, да, и выявил оков, там, цепи спали. Это удивительно, просто до сих пор эта темница апостола Петра есть в Иерусалиме. Это глубокий такой погреб, можно сказать, из которого один выход, это люк вверх, который, если туда лесенку опустишь, тогда ты сможешь оттуда выбраться. И этот люк еще запирался на замок. И вот Петра туда посадили, повесили замок, а сами стражники тут же ночевали рядом с этим люком. И удивительным образом связанный Петр, там он еще и руки-ноги были связаны в этой, в яме сидел, апостол Петр спасся просто чудом Божьим, когда ангел снял с него оковы, открыл этот люк, сделал так, что стражники ничего не слышали, крепким сном спали и вывел Петра оттуда из этой темницы. Удивительно, как оттуда подняться можно без лесенки, это же невозможно. Просто ты смотришь, это глубочайший погреб. Был еще один, да, еще Ирода Гриб, который, понимаете, уже суд над апостолом Павлом, когда? Это уже внук Ирода Великого. Правнук. Или правнук. Уже вот такая у них там цепочка. Да, да, правнук, да. То есть это, конечно же, можно запутаться во всем этом, но, тем не менее, история есть история. И вот с Павлом уже другой. Сестра Вереник там. Да, Ирод разговаривал, и он как бы благоволил апостолу Павлу и слушал его, и в то же время, так сказать, даже защищал его от тех убийц, которые послали архиереи, первосвященники, и даже хотел его отпустить. Но просто по настоянию апостола Павла тот Ирод отправил его к кесарю для суда над ним, так как Павел был римский гражданин, и Павел этим воспользовался и проповедовал еще и в Риме, и по всей дороге свое странство, и также проповедовал христианство. То есть здесь тоже промысел Божий над ним совершился. А так он мог бы его отпустить. К Павлу он по-доброму отнес этот последний Ирод. И, ну вот, тем не менее, Божий промысел совершился, и Павел предстал пред кесарем. То есть больше ста лет вот эта династия Иродов... Да, занимала вот это вот главенствующее положение в Израиле, и никто с ними не мог справиться, потому что они, повторюсь, очень жестко пресекали всякие попытки захвата власти и их отторжения от власти. Но тот Ирод, который участвовал в распятии Христа, да, потому что Понтий Пилат к нему послал Господа после того, как сам рассмотрел это дело и вынес решение, да, но сначала он послал его к Ироду. Тот обрадовался. Тот обрадовался и даже подружился с Понтием Пилатом, хотя до этого были они врагами. Вот, из-за этого, в том числе из-за жалобы израильтян, его кесарь отправил в Лион, ну это Франция сейчас, да, где, ну, было, так сказать, на тот момент это была такая дальняя провинция Римской империи, где было холодно, где так особые жизни. Это сейчас там очень хорошо, а тогда туда ссылали буквально как в качестве наказания. И там он уже закончил свою жизнь. Да, вернемся мы к нашему отрывку евангельскому, да. «Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился иной, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанн, я безглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его». «Зачем Ирод хотел въезти в Господь? Его мучило совесть, да, вот за Иоанна пророка?» «Нет, речи о совести тут вообще никакой не было. То есть он просто, ну, вот так как нам интересны всякие новости, вот мы смотрим там по телевидению, например, какие-то там последние известия или еще что-то. А что там происходит? А о, надо посмотреть, а вот этот как, а вот этот кто? И то же самое и здесь. Этот Ирод, он просто хотел посмотреть из любопытства, что же это за человек, о котором весь Израиль гудит буквально, да, наполнен такими слухами и различными рассказами о исцелениях, о чудотворениях, о хождении по воде, о воскрешении мертвых. То есть, и он тоже хотел к этому, так сказать, к этой новости как-то иметь какое-то отношение и поучаствовать в этом и, по крайней мере, посмотреть на этого человека, что же это за человек такой». «Как где-то там написано, да, что хотел увидеть чудо от него, да?» «Да, и, а если он еще и чем-то поразит, так это вообще супер удовольствие, то есть, он к этому относился как к шоу, как к какому-то интересному развлечению, потому что так, ему было скучно, а тут вот какой-то чудотворец, какой-то, может, что-то такое покажет, он, собственно, и просил, покажи мне чудо, да, но Господь даже говорить с ним не стал». «Но это уже было в другой раз, да? То есть, в этот раз он хотел увидеть, но в итоге так и не увидел?» «Нет, в этот раз, вот то, что мы сейчас прочитали, да, здесь он не увидел, и он увидел его только, когда ему Понтий Пилат прислал Господь». «Уже перед распятием Господь». «Да, перед распятием, да. Здесь это просто его, так сказать, мысли, слух, о чем говорит сегодняшний Евангелие. Вот, и, конечно же, он гадал, кто этот человек, откуда у него такая власть, почему за ним ходят тысячи людей, почему его слушают тысячи народа, и как он это происходит, как он, там, может, там, пять тысяч накормить, там, питью хлебами, там, это же вообще, то есть, он же все это знал, как он может ходить по воде, как он воскрешает, там, сына Наинской вдовы, например, там, умершего мальчика, раз, и сказал, он стал, там. Вот ему очень было интересно это все, и он гадал, он понимал, что просто так любой какой-то человек такого сотворить не может. И ведь были даже такие, ну, фразы Евангелия, слухи у людей ходили, что фразы такие звучат, что если бы Христос пришел, сотворил ли бы он больше чудес, чем этот сотворяет? Нет, конечно. И поэтому Ирод очень недоумевал по поводу этого человека, особенно видя его власть не только над людьми, но и над бесами. Он же слышал, что он и бесноватых исцелял, что бесы его слушаются, и смерть его слушается, и стихи природы его слушаются. Да, кто же этот здесь всклицает? И такую же фразу мы, да, слышим, когда в лодке, да, Господь утешил, да, бурю все, и то же, даже ученики, кто же этот? Которому и море, и ветер, да, слушаются, да. Поэтому эта человеческая реакция на то, что постоянно было с Господом, вот это постоянно как бы орел чудес и удивительные события, происходящие рядом с ним, они вызывали недоумение у многих, но только часть из этих людей, которые этот вопрос задавало. Я думаю, не только Ирод или Апостолы, я думаю, еще тысячи людей задавали этот же вопрос сами себе. Кто это? И самое интересное, да, мы привыкли, если там какие-то чудеса, у нас могут быть только обязательно человек при власти, значит, там и вокруг могут выздоравливать. А этот пришел как бы неоткуда, какой-то он простой, так сказать, ну, простой деревенский, можно сказать, потому что за это была такая, ну, большая деревня, можно сказать. Ни одежды на нем толку. Да, ничего нету, никакой власти нету, денег нету, жить негде. И тем не менее его все слушают, его все восхваляют и прославляют. Кто это такой? Откуда это у него все взялось? Такие силы деются от него. Поэтому, ну, вот разница в том, что кто-то на этот вопрос правильно ответил и понял, что это Господь Иисус Христос, а кто-то так и оставил этот вопрос в твоне, то есть он остался без ответа. И человек, который не ответил на этот вопрос, кто же этот человек? Он так и погиб духовной смертью, потому что не уверовал во Христа. Этот вопрос и сейчас, я думаю, он актуален для всех людей, живущих в этом мире. И на него сейчас надо отвечать каждому из нас, кто же этот человек, о котором уже более двух тысяч лет говорят. Уже многие миллионы людей живут по его образу и подобию, по его наставлениям, по его заповедям. Кто этот человек? Я думаю, этот вопрос и сейчас актуален. А почему кто-то делает правильные выводы, а кто-то мимо них проходит? Ну, как Господь сказал, ищущий обрящет. Если человек не ищет, а просто задал вопрос, ну, знаете как, есть риторический вопрос, вопрос без ответа. А кто это? Да, не знаю. И пошел дальше. То тогда такому человеку и ответ не посылается. А есть человек, который ищущий не просто риторически задающий вопрос. Из любопытства, да? Да, из любопытства, из какого-то там, может быть, там, другого своего состояния. Там просто вот хочется там поразвлечься, там, или еще что-то, слухи пособирать. А именно из поисков истины. Вот такому Господь дает ответ, кто этот человек. И такой человек уверует и спасается через это. Да, в одном отрывке, да, евангельским, когда спросили, почему же не вразумелись чудом с хлебами, да? Господь сказал, что их сердце окаменено. Вот что такое сердце окамененное? Ну, действительно, там Господь накормил, как я уже сказал, пять тысяч человек на горе Блаженств. Он только что сказал девять заповедей Блаженств. И потом спустились вниз, где был источник. Там сели на траве, и вот пятью хлебами, двумя рыбами Господь накормил пять тысяч человек. И люди, которые ищут истины, они были поражены и уверовали. А люди, которые были окаменены сердцем и не искали истины, они просто захотели его сделать царем над собой, чтобы он им все время давал так хлеб. Ну, что, плохо, что ли? Ничего не делать. Тебе раз раздали хлеб, там, пять хлебов на пять тысяч. И все, все наелись, да еще двенадцать коробов собрали остатков у круга, остатков этого хлеба и рыбы. То есть вот два подхода. Одни ищут истины и приходят к Богу, другие ищут потребительских своих каких-то интересов, решения вопросов. В том числе еды, развлечений, чтобы не болело что-то там. И они так и остаются неверующими и так к Богу не приходят. Так вот, окаменение сердца заключается в том, что сердце покрывается коркой лени, коркой нежелания знать истину. А зачем мне эта истина? Как Понтий Пилат сказал, что есть истина? Когда Господь сказал, я есть истина. А вот он ему ответил, что есть истина? То есть ему даже неинтересно это было. Опять же такой риторический вопрос, на который даже ответ Понтий Пилат не ждал, а просто отмахнулся и все. Вот так многие люди отмахиваются, не имея интереса ни к своей душе, ни к спасению, ни страха Божьей не имея, ни понятия о грехе и добродетели. То есть не задумываясь вообще о этих всех величинах, которые в корне изменяют жизнь человека, если о них задумываться. То есть это не способность и нежелание видеть за видимым духовный мир, да? Ну, способности, они появляются с желанием. Если человек не умеет там играть на каком-то инструменте, и у него есть желание, он научится. Если у него нет желания, то он и не научится. Вот так же и здесь. Если человек хочет, то у него появляется эта способность видеть духовный мир и веровать. Если человек не желает, как говорят на Руси, да хоть кол на голове тишина у него, он все равно не изменится. К сожалению, вот эта вот инертность, вот эта вот ленность, расслабленность духовная и нежелание ничего знать, как некоторые говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Вот так и здесь. А что мне? Мне поесть, поспать, поразвлекаться. Да, как римляне говорили, хлеба и зрелищ. Вот это то же самое человеческое естество и сейчас осталось, к сожалению, во многих из нас. И оно ведет многих из людей по этой жизненной дороге к смерти, которая заканчивает вот эти все потребительские, так сказать, жизненные пути человека, смерть, она их заканчивает. И там начинается уже ответ. На страшном суде придется отвечать за то, как ты потратил жизнь. Просто на потребительство, то есть поесть, поспать, поразвлекаться. Или все-таки на что-то более высокое, к чему, собственно, каждый из нас призван. Еще вот удивительно для нас, для современников, да, вот эта всеобщая вера в народ и возможность воскресения мертвых. Вот они, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, иные, что один из древних пороков воскрес. Вот нам трудно представить, что мы так сейчас рассуждали, да, откуда такая была вера в воскресение. Ну, народ израильский, он все-таки был воспитан в вере, хоть и ветхозаветной, но в вере в то, что будет воскресение всеобщее. И он слышал о том, что некоторые из пророков, ну, Илья, там, или Елисей, они воскрешали мертвых. И это народу было известно. То есть Илья, там, сына вдовица воскресил, Елисей, уже сам будучи умершим, воскресил умершего и упавшего на его останки, на его косточке, Елисей упал, человек умер. И воскрес. То есть народ израильский знал о воскрешении, о том, что это возможно, и поэтому он и здесь ждал такого же воскресения, таких же чудес от Христа, что, собственно, Господь им и показывал. То есть, ну, вот, Лазарь четверодневный, да, уже смердящий Лазарь, был воскрешен. Там, там, Тавифа, которая, там, дочь Иаира, да, тоже была воскрешена. Сын вдовица Наин, из города Наин, тоже был воскрешен. И это все, естественно, разошлось таким сарафанным радио, с слухами наполнился весь Израиль, и все об этом знали, естественно. Кто такие пророки вообще? Что такое пророчествовать? В нашем представлении это вот предвидение будущего, да? Ну да, как сейчас скажут, там, телепаты, ясновидящие, там, экстрасенсы. Это совсем не они. Вот сразу скажу, это вообще не про пророков. Все люди, которых я перед этим назвал, это люди, связанные с бесами, с бесовскими духами. А пророки – это те люди, которые несли в себе дух Божий, и это не они говорили, там, о будущем, например, или о воле Божией тому или другому человеку, или о воле Божией, там, народу израильскому, или о том, что будет, или о том, что было. А сам Господь через них, как через рупор свой, говорил людям то, что он хотел сказать. То есть пророк – это проводник слова и воли Божией, в какие бы времена он не жил. И, ну, например, Илья Пророк, он, мы помним, он ведь волю Божию исполнил даже в том, что убил, собственно, рукой 400 жрецов, которые шли против веры израильской. Он с ними устроил состязание, сказал, вот кто выиграет, давайте посмотрим. И, ну, почитайте, да, как это происходило. Удивительным образом Илья Пророк выиграл это состязание с жрецами языческими. И так как они были обманщики, он просто взял и зарубил их всех 400 человек. Пророк один – это как? Так же пророки закрывали бездны, вызывали дождь. Тот же Илья Пророк, он закрыл небо, а потом открыл небо. А через три с половиной года опять дождь пошел. Другие, Данил Пророк, он во рву, сидя вместе с голодными тиграми-левами, он оставался целым невредимым. Он закрывал уста львов. Кто-то, там, Илья Пророк так же, он с неба огонь сводил. То есть это не только просто о будущем что-то такое сказать. Это действенная жизнь по Слову Божию в Духе Божьем. То есть он пророки не все до Господа Иисуса Христа, до Его рождения, да, в основном? Ну да, конечно же. Пророки – это, можно еще так сказать, это учители Израиля. Это те, которые проповедовали пришествия Христова, до Его пришествия, естественно, и те, которые учили, как сохранять законы Божии в жизни, как не грешить, как угождать Богу и как спасаться до пришествия Христа. То есть нам сейчас хорошо, нам вообще все написано, да, все известно? Ну нам, да, сейчас пророки не нужны, все уже известно. И ветхозаветные пророки, мы знаем, что говорили, то есть мы у них можем учиться. Что говорили апостолы, мы знаем, что говорил сам Господь. Зачем нам сейчас пророки? Мы из первых уст, то есть нам не нужен пророк, чтобы узнать Слово Божие. Мы просто читаем Евангелие и слушаем слова Бога, самого Бога. То есть без всякого пророческого вмешательства мы можем слушать Господа при чтении Евангелия. Поэтому сейчас такого вот необходимости в пророках, как это было в ветхозаветном Израиле, нет. То есть мы сейчас облагодарствованы удивительной любовью Божией и имеем то, чего, к сожалению, не ценим. Евангелисты часто, мы читаем, когда в Евангелии делают ссылки на того же пророка Исаию. Взбылось пророчество Исаии. Вот такое-то. Удивительно, да. Исаия из всех пророков отличается особым видением пришествия Христа. Его даже называют ветхозаветным евангелистом. То есть он бы как бы писал Евангелие еще до пришествия Христова. В Ветхом Завете еще это делал. И он как раз рассказал, что об одежде моей будут метать жребий. И он про 30 сребреников. И он сказал, что распнут его. То есть вот все эти события, которые мы потом видим уже сбывшимися в Евангелии, Исаии пророк видел за многие столетия до того. И описал это. И поэтому апостолы, чтобы подтвердить то, что происходило, и то, что было пророчески предсказано, они это все совмещали. Говорили, ну посмотрите, люди, вы же видите, вы же верите пророку Исаии. Почему вы сейчас не верите Христу? Потому что все, что писал Исаия, все совершил Христос. Все до последней буковочки, которую написал Исаия. Ну, как многие пророки, Исаия, тем не менее, погиб мученической кончиной. То есть его убили жестоко, распилили просто и все. Как Господь избирал своих пророков? Их же множество, они разные абсолютно. Да, кто-то из высокопоставленных семей, кто-то и там пастухом был, кто-то, ну вот, например, Давид, он там пастушок был. Другие были какие-то ученые люди, какие-то там ремесленники. Господь избирал их не по тому, где они родились и в каком они жили сословии, а по тому, какое у них сердце было, насколько оно было чисто, насколько было оно открыто воле Божией. И поэтому Господь их избирал. И это, конечно, избрание Божие для нас, оно сокрыто. Мы не можем сказать, как Он это делал, но мы знаем, что вот именно самых чистых, самых ревностных, самых верующих людей Господь избирал для пророческого служения. Почему, да, среди множеств пророков, вот здесь прямо называются имена конкретно, Илья, Ион Предтечий. Даже в каком-то моменте, да, в некоторых моментах, что они отождествляются, что вот Ион это Илья пришедший. Ну да, как бы, но тем не менее, это два отличных совершенно человека, но их судьбы, они очень похожи, потому что Иоанн Предтечий, он предшествовал приходу, первому пришествию Христова. Илья, пророк, будет предшествовать второму пришествию, страшному, пришествию Христову для того, чтобы судить мир. Иоанн Предтечий был поясник и затворник и жил в пустыне. Илья, пророк, был поясник, затворник, жил в пустыне. Иоанн был девственник, Илья был девственник. И вот эти все моменты, тот ревновал, и этот ревновал по Бозе. И о правде Божией. Иоанн Предтечий обличал Ирода, Илья обличал Ахава, нечестивого царя израильского. То есть вот их судьбы, они как бы совершенно такие похожи друг на друга, и поэтому дух у них, наверное, также такой вот огненный и ревностный дух. Он их как два брата-близнеца, очень похожи. Поэтому их здесь и так и сравнивают. В духе Ильи пришел Иоанн Предтечий. Да, интересно, удивительно, да? Вот пророк Илья, он не оставил по себе каких-то писаний, но все равно до сих пор такой авторитет. И даже вот мы читаем, что Илья был на горе преображения. И вот тоже удивительно, когда Господа уже распяли, когда Господь уже перед своей кончиной, да, он Ильи, Ильи ломался в Акфани, то есть Боже мой, Боже мой, для чего он меня оставил. И тут начали люди говорить, о, Илью зовет, да? Давай посмотрим, идет или нет. Ну, тут просто сами слова Ильи, Ильи, то есть думали Илья, Илья, да. На самом деле это Ильи, Ильи, Боже мой. Ну, не вся она мысль-то такая-то пришла. Но мысль, да, пришла, что это, да, Илью зовет пророка. Ну, и на горе Фавор мы помним, да, что там Моисей Илья разговаривал с Господом, да. И мы понимаем, что эти люди, конечно же, самые близкие, наверное, к Богу люди, какие только возможно. А Илья, пророк, настолько был близок к Богу, что по его молитвам, повторюсь, исходил огонь с неба, и дождь проливался, и наступала засуха на три с половиной года, и голод наступал. То есть и там не заканчивалась мука и масло там у Давица, который он помолился, чтобы было ей что покушать, да, во время этих трех с половиной лет как раз голода. То есть вот такая удивительная горячая вера была у Ильи, пророка, которая, естественно, не могла не оставить след в душах других людей, потому что горячие люди, они всегда и других людей воспламеняют и любовью, и верою, и к таким людям, которые светятся, которые горят, к ним тянутся люди, и их помнят. А те, которые теплохладны, как это сказано в апокалипсисе, да, их Господь извергает из уст твоих, их никто и не запоминает, и к ним никто и не тянется. Теплохладность, как говорят сейчас, толерантность, да, вот расслабленность, как мы говорим, ни рыба, ни мясо, да. Ну, такие люди неинтересны, и их точно никто не запомнит. Как вот тоже, да, говорят, что на горе преображения Господь явился. Тут, получается, и Моисей, и Илья, и апостолы были. То есть апостолы, говорю, как представители земного, да, вот. Новозаветной церкви, да. А это ветхозаветная церковь, да. Ветхозаветная, получается, Моисей, он с преисподней, а Илья, он с небесной. С небес, да, потому что он вознесся без смерти на небо, и только Енох и Илья, два человека попали на небо из ветхозаветной церкви, а все остальные шли в ад. Поэтому Моисей, пророк, величайший из пророков, который вывел народ израильский из Египта, который дал десять заповедей, который... Его называют Коротчайшим. Он даже сам не мог говорить, а за него вот говорил. Брат, Аарон, да, да. Но, тем не менее, с Богом говорил уже не Аарон, а сам Моисей. Он поднялся на гору, да, Синайскую, и беседовал сорок дней, беседовал с Господом. Как Илья также на этой же горе, также и он там беседовал с Господом и видел Бога. Вот это вот удивительная, конечно, их такая сродственность, горячесть веры. И Илья, пророк, не сводил огонь с неба, а Моисей, пророк, после беседы с Богом, сам светился, как солнце. И поэтому люди к нему боялись подходить. Его лицо так светилось, что ослепляло их. Ему приходилось одевать даже такую тряпочку на лицо, чтобы люди хоть могли с ним разговаривать, подходить к нему. То есть вот такие чудеса эти люди производили. Ну, да, на те времена, я думаю, нужны были такие пророки, Господь их посылал, чтобы они упасли народ израильский и привели его и в землю обетованную, и ко Христу привели. Потому что Моисей привел народ израильский в землю обетованную, дал ему западе, а Илья, пророк, также управлял народом израильским во время развращенного вот этого Ахавовского царствования. У нас, мы так сейчас рассказываем, такая картина складывается счастливых пророков. А легко ли им было вообще? Ну, всех пророков хотели убить, да, без исключения, потому что они говорили правду. И многих убили, причем мученической смертью. Ну, Иоанн Претечий. Вот какая у него была, он последний, можно сказать, ветхозаветный пророк, который совместил ветхую церковь с новой церковью, да, с христианской церковью. Какая у него судьба была? Он в малом возрасте потерял родителей, он жил всю жизнь в пустыне, он питался медом диким и акридами, он одевался в одежду из верблюжьей шерсти, она очень колючая одежда, и у него не было ни дома, ни какой-то квартиры, просто под открытым небом жил круглый год. И в конце его еще и Ирод посадил в темницу, а потом и отрубил ему голову. Вот и все счастье жизни этого человека. Его счастье было только внутренним в вере Бога и в любви к Богу и в общении с Богом. Вот это было его счастье, потому что сам Господь говорит, царство небесное внутри вас есть, а те, кто ищет царство небесное снаружи себя, то есть в этом мире пытаются найти какое-то, ну, такое вот райские условия жизни, они очень сильно себя обманывают, они этого не найдут. Никакого здесь благополучия никогда, никто не находил, не находит и никогда не найдет, потому что это другой мир, это мир для нашего вразумления, научения и наказания, а не для того, чтобы мы здесь жили прелестно, так сказать, в потребительском своем, в своей неге потребительской и радовались жизни. Такого Господь этому миру не дал. Да, очень многие были побиты камнями, да, и они не получили обещанства при жизни. Мало того, они и при жизни страдали, они потом еще, все пророки Ветхазаевны, они пошли потом в ад, потому что без спасителя, без Христа никто спастись не может, даже пророки согрешали. И Моисея, величайший из пророков, Господь наказал за то, что он усомнился, что может вода выйти из камня. Этот камень до сих пор стоит, и на нем прям отразились вот эти, как потоки исходили из него, то есть прямо вот видно, промыв водою в этом камне, вот в этот камень он ударил с сомнением, что из него вода пойдет. Вода пошла, но Господь ему сказал, за то, что ты усомнился, ты не войдешь в землю обетованную. И он умер прямо на границе, то есть он посмотрел на нее, на эту землю израильскую и умер. Вот и пошел в ад, понимаете, вот что удивительно. Все эти люди в святой жизни, они без Христа не смогли Сейчас они, конечно, в раю, да, сейчас они уже в Царстве Небесном. Конечно же, но для того, чтобы им подняться в Царство Небесное, им нужен был Христос, как и нам всем. Поэтому здесь мы с ними на равных, и они только Христом спаслись, и мы только Христом спасаемся. У нас стало всем мало времени, но обязательно мы, наверное, вопрос коснемся, да. И сам Господь говорит, да, что придут лжепророки, особенно в последние времена, их будет все больше и больше. Как отличить лжепророчество? Ну, если лжепророческое, так сказать, человекоугодническое служение этих последних времен лжепророков, оно легко отличается от тех пророков. Во-первых, они будут льстить людям, во-вторых, они не будут проповедовать Христа, и в-третьих, в них не будет Духа Божьего. И это всякие... Хоть и творить чудеса будут, да? Да, лжи чудеса будут творить с помощью бесовской, но Божьего в них ничего не будет. То есть они должны исповедовать Господа Иисуса Христа Богом? Это первый, один из, так сказать, принципиальных вопросов. Обязательно исповедовать Христа Господом и Ему поклоняться. Они Ему не будут поклоняться, Христу. Они будут говорить, что мы Христы, мы сами Христы. То есть это уже все явно лжепророк. Всякий, кто не исповедует Христа Сыном Божиим, да будет тому анафему. Да, это апостолы сказали, и на этом мы стоим. И, соответственно, поэтому единственным и самым ярким из принципов можно отличать лжи Христов. Какие бы чудеса они ни творили, они и огонь будут сводить, они и по небу будут летать. Фокусники. Фокусники, да, да, и поэтому ни в коем случае им верить нельзя. У нас осталась одна минута, пожалуйста, заключительное слово к передаче. Ну, всегда желаю каждому из вас помощи Божьей в жизни. Всегда хочу, чтобы вы были во все дни жизни вашей здесь, и после вашей кончины, всегда с Богом были. И, конечно же, чтобы не забывали Господа, ходили в церковь, причащались. Здравия и помощи Божьей вам. Да, благодарю вас, Семене, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...